Спасибо за помощь, профессор. Продолжение следует... Продолжение следует... Профессор! В кодексе говорится о приходе ребенка, пророка, ответа на все вопросы жизни. Оракул убивает, чтобы найти дитя. Оракул убивает. 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 Хрома В тебе есть Хрома Это все объясняет Как же ты заполучил такую силу? Не важно Важно то, что тебе пришло время умереть Хрома? Что это значит? Сила, создавшая Вселенную, начало всех начал Тех, кто ей обладает, она наделяет невероятными способностями Почему меня? Почему выбрали меня? Случайность Палача всегда выбирают из толпы Тебе оказали великую честь Ты послужил делу Квещетлана Хватит разговоров Меня ждут другие дела Мы встретимся снова В другом мире Кибентин на Квендаунех К elitesам К 112 В другом мире По 보여� cheers Редактор топлив Клейщ spoiled В стуле Сím Вот С persist А Ты Пязана Продолжение следует... Продолжение следует... Агата? Но как? Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Надеюсь, этот парень не ошибся, когда сказал, что узнал Кейна по фотографии в газете. С виду он такой слепой. Он бы собственную мать в телефонной будке не узнал. Мы найдем ответ в комнате 369. Отвечай, Маркус. Отвечай! Здравствуй! Вернусь через минуту. Нужно ответить на телефонный звонок. Собор Святого Павла. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя. Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Нет времени объяснять, Маркус. Немедленно беги, закрой двери, закрой их покрепче. Умоляю тебя, просто сделай, что я прошу. Ну хватит, Лукас. Ну сделай это! Хорошо, я закрылся. Теперь ты объяснишь мне, что происходит? Позвони в полицию и не выходи, пока они не приедут. Лукас. Триста шестьдесят девять. Вот оно. Всем стоять! Или он изменился после того, как была сделана фотография, или это не он. Черт возьми! Что произошло? Девочка, успокойся. Я думаю, произошло небольшое недоразумение. Тайлер, это не тот номер. Да? Наверное, здесь, на этаже, есть еще один номер, триста шестьдесят девять. Дальше идти нет смысла. Комната Кейна на этом этаже. Птичка улетела из клетки. Я найду его, Тайлер. Обещаю тебе. Давай, пойдем. Лукас, ты должен прийти немедленно. Они говорят, что убьют меня, если ты не придешь. Я в старом парке аттракционов. Умоляю, поторобись, они... Думаю, ты уже понял, что я не шучу. Так что не задерживайся. Я иду к своей смерти. Все через что я прошел после того, как вошел в ту забегаловку, все эти события вели меня к этому. Я устал бороться. Устал все время бежать и скрываться. Я все равно проигрывал. Осталось сделать только одно. Попытаться спасти Тиффани. После этого я решил больше не бороться со своей судьбой. Лукас! Лукас, помоги! Тиффани, она наверху американских горок. Нужно найти способ туда забраться. Папа. Лукас, помоги! Лукас, помоги! Лукас, помоги! Лукас, помоги! Лукас, помоги! Уходи, Лукас! Это ловушка! Тебя хотят убить! Так заканчивается моя история. Официально это будет... Так заканчивается моя не только для своей судьбе. Но я-то еще отказался моя история. Так... Тебе готовed... Продолжение следует... 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 Он мёртв, владыки. Ясно. Отлично. Теперь ты должен как можно быстрее найти дитя Индиго. Осталось мало времени. Видение становится всё яснее и яснее. Я почти обнаружил, где она находится. Действуй. Времени мало. Ребёнок должен попасть к нам. Пророчество должно исполниться. Ты можешь идти. Когда мне позвонили, я не колебалась ни секунды. Я никому об этом не сказала. Даже Тайлеру. Я знала лишь, что мне нужно было прийти на могилу Тиффани Харпер, бывшей девушке Лука Сокейна, похороненной этим утром. Она была хорошим человеком. Не нужно было её во всё это впутывать. А вы смельчак, мистер Кейн. Позвоните мне на работу и просите о встрече, когда у вас на хвосте все копы этой страны. Такого я ещё не встречала. В вашем расследовании слишком много тёмных пятен. Чтобы вы согласились с официальной версией, вы пришли, потому что думаете, что я мог бы ответить на ваши вопросы? Странно. При разговоре у него изо рта не идёт пар, как будто он выдыхает холодный воздух. Ну, и кто же тогда убийца? Я не знаю его имени. И я даже не знаю, есть ли на свете кто-то, кто это знает. Всё, что я знаю, он Оракул Майя, который обладает достаточной силой, чтобы стирать воспоминания о себе у тех, кто его видел. Зачем ему убивать всех этих людей? Он проводит обряды, чтобы найти девочку, дитя Индиго. Оракул действует не в одиночку, так? Он член тайного клана, который объединяет сильнейших на Земле. Их силы безграничны, и они сделают всё, чтобы найти дитя Индиго. Это оранжевый клан, да? Вы уже знаете про них? Я разговаривала в психушке с одним из убийц. Он упоминал об оранжевом клане. Всё это невероятно. Но и его рассказ вполне логичен и соотносится с тем, что я знаю. А ваша квартира? Когда мы пришли вас арестовывать, все стены были покрыты оккультными знаками и вырезками газетных статей об убийствах. Всё было подстроено, чтобы сделать из меня идеального подозреваемого. За этим стоят Оракул и его клан. А как же все эти трупы, которые остались после вас, Лукас? Что случилось с Тиффани и той старушкой Агатой? Оракул хотел меня уничтожить. И я стал для него помехой. Он хотел заставить Агату замолчать, а Тиффани использовал, чтобы заманить меня в ловушку. Все эти убийства. Он говорит о них без всяких эмоций. Будто это для него уже ничего не значит. Как вы всё это узнали? Я просто знаю. Вот и всё. Вопрос не в том, правду я говорю или нет. Вопрос в том, поможете ли вы мне. Зачем вы мне всё это рассказываете? Потому что вы единственная, кто знает, что я говорю правду. Даже если всё это правда, что мы можем сделать? В это никто не поверит. Если Оракула правда обладает всеми этими способностями, как нам его остановить? Нужно найти дитя Индиго до него и спрятать её в безопасном месте. Вы знаете, где она? Ещё нет. Но я её найду. Когда Оракула посещает видение, я вижу его глазами. Если он её увидит, увижу и я. Это просто безумие. Поверить не могу, что я здесь стою и говорю о спасении мира с беглецом, которого ищет вся полиция страны. Воевальный выбирать, на чьей вы стране. Можете меня арестовать, а можете довериться мне и спасти дитя. Но решайте быстрее. У меня мало времени. Что же делать? Если он лжёт, я стану сообщницей убийцы. Мы отправились в тюрьму. Но если это правда, то ему нужно помочь. Ну, либо вы псих, либо настоящий герой. Ни тот, ни другой. Просто оказался не в то время, не в том месте. Его рука... А нахолодней льда... А нахолодней льда... В настоящий момент почти вся страна осталась без электричества и водоснабжения. Была проведена мобилизация армейских частей, чтобы помочь людям найти убежище и предоставить средства первой необходимости. Но холода парализовали дороги, а из-за ураганов закрылись все аэропорты страны. Учёные по-прежнему не могут объяснить аномальные холода, которые сковали всю планету. Температура продолжает падать во всех странах мира, а власти обдумывают... Ну, мы сделали свою работу. Теперь армия должна сделать всё возможное, чтобы помочь населению. Карла, тебе нужно немного поспать. Ты целых два дня глаз не смыкала. Для этого мне нужно согреться. Кажется, я напоминаю ледышку. Да. Карла, можно мне немного поговорить с тобой по душам? Думаю, или сейчас, или никогда. Мне кажется, что ты скрываешь от меня что-то, связанное с делом Кейна. Я прав? Да, ты прав. Я нашла его, но думаю, что он не виновен. Я ничего не рассказала, потому что не хотела тебя в это впутывать, Тайлер. Ты на меня злишься? Нет, конечно нет. Ещё я думаю, что в данной ситуации это не столь важно. Так или иначе, если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Сэм! Детка, что ты здесь делаешь? Через час во Флориду отправляется поезд. Вполне возможно, последний. Я поеду на нём, Тайлер. С тобой или без тебя. Если ты меня правда любишь, уволься из полиции, поезжай со мной. Когда этот холод прекратится, мы заживём новой жизнью. Новой, нормальной жизнью. Пришло время сделать выбор, Тайлер. Я тебя очень сильно люблю, Сэм. Я бы ни за что тебя не отпустил. Тайлер, я так боялась тебя потерять. Я вернусь через минуту. Карла, я... Если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Удачи во Флориде, Тайлер. КОНЕЦ 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 Приехали. Ты точно знаешь, что делаешь? Оракул, как и я, видел ребёнка. Он может прийти сюда с минуты на минуту, чтобы найти её. Нужно найти её до него. Жди меня здесь. Я скоро вернусь. Нельзя терять времени. Я должен найти эту девочку, пока её не нашёл Оракул. Сэр. Сэр! Вам туда нельзя! Нельзя! Нужно сделать всё быстро. Оракул будет с минуты на минуту. Нет, это не она. Вам туда нельзя, сэр. Я видел тебя в своих видениях. Тебе нужно идти со мной. Нам пора отсюда уходить. Похоже, она не в себе, будто вообще не здесь. Значит, ты всё ещё жив. Не знаю, как тебе это удалось. Но сейчас это не имеет значения. Отдай мне ребёнка. И я подарю тебе быструю смерть. Если ты отдашь её тем, кому служишь, они используют её, чтобы поработить человечество. Тебя это не касается. Ты умрёшь раньше, чем это произойдёт. Отдай мне ребёнка. У меня нет времени с тобой играть. Я оставлю тебя здесь. Никуда не ходи, хорошо? Я скоро за тобой вернусь. Надеюсь. Отдай мне ребёнок. . Было. Сдай мне. Тебя. Тебя. Всё. Всё. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...